Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Сегодня очередное видео с моря, Одесса. Общаемся о том, как можно соединяться с природой, с самим собой. Каждый человек, он на самом деле может создавать то, что он хочет. То есть создавать любые, скажем так, действия, любые ситуации. Это два блага для себя, для духовного роста и для обучения. И, соответственно, когда мы это создаем, то происходит понимание. То есть мы двигаемся по пути. То есть мы чувствуем, что нужно для нас, а что нет. И вот каждый человек — это духовное существо. То есть те ситуации, которые происходят с нами, создаются, можно сказать, с более высокого состояния, всеопределенного состояния источника. И то же самое можно сказать про ситуацию, ту, которая происходит сейчас. Опять же, в каждом видео так или иначе мы говорим о том, что эпидемии, войны, какие-то другие ситуации происходят не просто так. Они приходят, чтобы показать нам что-то, и чтобы мы прочувствовали это, и могли измениться, то есть выйти другими. Например, если мы будем совершать какие-то неправильные действия, проступки, разрушать природу, воздействовать на нее, то природа, она может тоже нам показать, что так нельзя делать. И, соответственно, вызвать какие-то неприятные последствия для людей. Поэтому стоит прежде всего не обвинять кого-то, а взять ответственность за свое собственное состояние и начинать его улучшать постепенно, шаг за шагом, выверенно, понимая, что происходит и зачем. То есть очищать сознание, чтобы в дальнейшем такие ситуации не повторялись. То есть очищение сознания происходит на всех уровнях, на духовном, на психологическом, на физическом уровне. И поэтому каждый из нас — это духовное существо, которое может и, по сути, сотворяет свою реальность. Когда мы ее творим, то мы осознанно можем ее менять. Бывает такое, что происходят какие-то вещи, которых мы не ожидаем. То есть имеется в виду то, что происходит на уровне подсознания. То есть что-то приходит, какая-то картинка, эмоция, ощущение. Мы стараемся даже это не замечать, как-то отстраниться от этого. Оно приходит снова-снова, пока мы не посмотрим на это и не возьмем ответственность. Вот я провожу сессии как соло, то есть самостоятельно очищаю пространство, так и помогаю людям очищать их пространство, мысли, суждения. То есть почему это важно? Потому что если мы не будем этого делать, то это будет накапливаться и влиять на нас. И чем больше такого влияния, тем сложнее нам будет справляться с этим. Поэтому мы осознанно подходим к этому и убираем то, что накопилось внутри. То есть тот негативный заряд, который мешает нам жить. И отсюда происходит очень важное явление, что мы чувствуем, что накопилось, откуда это пришло и справляемся с этим путем рассмотрения, как есть. То есть, например, у вас был какой-то болезненный случай в прошлом. И вот он вам приходит, напоминает об этом, как-то болит. Это как рана на теле. Если ее правильно не обработать, не уладить, то она будет болеть. Это может быть головная боль или какая-то язва желудка или любое заболевание. Вот оно напоминает о себе. И тут может быть такое, что заболевания, как вы знаете, многие говорят, что они вызываются вирусами, бактериями, грибками. Да, это присутствует, безусловно. Но первоначально идет психологическая и духовная природа заболевания. И вот есть новая германская медицина, возможно, вы слышали уже о ней, доктора Хаммера, где он подробно рассказывает, какой психологический конфликт вызывает, какое заболевание, показывает снимки мозга, и отсюда уже двигаются другие науки. То есть пересматривается вообще понимание в целом медицины и исцеления. То есть исцеление теперь в первую очередь нужно, конечно же, начинать психотерапией. То есть я не исключаю, конечно, важно и принимать определенные, допустим, препараты растительного происхождения, то есть биологически активные добавки, нутрицептики. И прежде всего, конечно, нужно поменять образ жизни, то есть перестать употреблять алкоголь, лекарства, наркотики. Это как бы я, ну, это однозначно, что надо перестать употреблять. Также перейти на растительное питание, желательно живой пищей, то есть не подвергшейся кулинарной горячей обработке, то есть и сократить питание по возможности, то есть до минимума. То есть чем меньше человек кушает, чем больше у него пищевых пауз, тем лучше у него состояние. А духовная проработка заключается, вот я, например, делаю процессинг, мы убираем негативные заряды, которые накопились, то есть это случай с болью, бессознательностью, страхом, негативными эмоциями, прорабатываем их. То есть мы проработали, убрали оттуда негативный заряд, и все, состояние человека улучшилось, он начинает жить счастливой, осознанной, радостной жизнью. И в этом состоянии он может творить то, что действительно он хочет. Поэтому, друзья, тут получается такая вещь, что мы сотворяем нашу реальность самостоятельно. То есть мы ее творим, но опять же таки, творение может происходить на неосознанном уровне. Поэтому даже если в вашу жизнь пришло что-то, что вы не ожидали, например, что было, ну, не, как говорится, не запрограммировано вроде бы вами, важно посмотреть, почему это пришло в вашу жизнь, убрать оттуда весь негатив, то есть непринятие, и постепенно наступит принятие. То есть мы рассматриваем, понимаем, как это произошло, почему это произошло, и это уходит. И все это можно сделать с помощью процессинга онлайн. То есть сейчас мы все переходим в онлайн в связи с карантином, так называемым. Ну вот видите, я снимаю видео с моря, то есть я не сижу целый день дома, потому что я считаю, что очень важно находиться на природе. Природа повышает иммунитет. Особенно солнце, да, вот, возможно, вы слышали, есть такие люди, солнцееды, праноеды. То есть, ну, я хочу сказать, что каждый из нас солнцеед. То есть чем больше мы находимся на солнце, я, конечно, имею в виду не пекучее солнце, там, которое летом в полдень, да, то есть, а солнышко, ну, скажем, сейчас можно находиться, в принципе, на солнышке целый день, если вы живете в умеренных широтах, а если вы живете в каких-то совсем южных широтах, да, то, конечно, это лучше делать утром и вечером. Вот, то есть принимать так называемые солнечные ванны. Лучи солнца, они помогают телу улучшить состояние. Вот это и есть солнцеедение, праноедение. То есть прано – это энергия Вселенной. Вот, и мы получаем, в принципе, энергию из космоса. То есть и поэтому, вот я сейчас как бы изучаю книгу «Жизнь без еды», и там четко показано о том, что каждый человек может быть без еды, без воды даже, то есть даже и без дыхания. Вот, на самом деле все возможно, все в нашем уме. Поэтому как наш ум запрограммирован, так он и действует. То есть запрограммировали его в том, что надо, например, кушать, тело будет хотеть кушать. Запрограммировали его – не кушать, тело не будет хотеть кушать. Вот и все. То есть это все программа, программа, которая есть в нашем уме. И эти программы мы с помощью процессинга, скажем так, переформатируем, то есть мы смотрим. Почему процессинг? Потому что в уме куча процессов, вот как на вашем компьютере или телефоне. Вы можете посмотреть, допустим, какие приложения запущены, а нужно ли вам это приложение, нужно ли вам эта программа, этот процесс, и завершить их, если он не нужен. И тогда экономится, во-первых, как говорится, оперативная память, место на жестком диске, ну то есть место в вашем уме, то есть у вас появляется больше свободного внимания. И самое важное, что со свободным вниманием вы начинаете чувствовать больше присутствия в настоящем времени. То есть чем больше вы присутствуете здесь и сейчас, тем у вас больше радости, счастья и гармонии в жизни. Поэтому вот Академия счастья, это как всей части, то есть момент настоящего времени. Вот по поводу медитации, опять же, меня многие спрашивают, мы делаем коллективные медитации. Завтра, кстати, ну точнее, даже можно сказать, у нас это будет происходить в такое самое раннее утреннее время, да, будет вот коллективная медитация, направленная, опять же, на посыл любви, на то, чтобы убрать те негативные последствия, страха, которые сейчас создают у нас, связанные с карантином, с пандемией, то есть все эти ощущения страха мы будем прорабатывать. Да, то есть это будет коллективная медитация, ее, скажем, ну, организовали из Соединенных Штатов, но она будет проходить по всему миру. Время будет указано в чате у нас, в Академии счастья, в Телеграме, в Фейсбуке, в Вайбере. Вот, время, насколько я знаю, если это московское время, это будет, по-моему, 5.25, то есть, ну, по московскому времени или по киевскому времени. Вот, ну, и вы можете посмотреть эту медитацию, то есть подключиться к ней и поучаствовать. Это как бы коллективная такая большая медитация, собрать миллион человек. Даже если вы будете спать, настройку себе поставьте такую, проснуться в 5.25, сделать такую медитацию, ну, хотя бы присоединиться, даже если вы будете там сонный, полусонный, просто в это время, чтобы ваше сознание присоединилось к посылу любви. Вы можете присоединиться к ним в любое время, на самом деле, даже когда проснетесь, поддержать эту медитацию. То есть, самое главное, это наполняйтесь любовью, счастьем, гармонией. Если нужна какая-то помощь, то я провожу бесплатные консультации, то есть, они занимают до 15 минут. Вы рассказываете вашу ситуацию, я помогаю вам, подсказываю, как можно с ней справиться, да, то есть, ну, какие-то методики действенные. Вот, и напоминаю, что все это можно сделать онлайн. Поэтому, друзья, пишите, все мои контакты указаны будут под этим видео. И, если видео понравилось, ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с вашими друзьями. Я вам желаю счастья, гармонии, осознанности, целостности, здоровья и всего самого наилучшего. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok